МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в морском собрании. Экспедиции и переходы, корабли и их маршруты, новые суда-контейнеровозы, рейсы, мили и люди. Самые важные события морской жизни Приморского края. Морской 2023 год. Каким он был? Для военно-морского Приморья и Владивостока ушедший 2023 год был крайне напряженным. Дальние походы в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, боевая работа 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на фронте специальной военной операции, внезапная масштабная проверка, международные учения. В 2023 году итогом учебно-боевой деятельности Тихоокеанского флота стала победа в 10 номинациях на приз главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки. В 2023 году общая наплаванность надводных кораблей флота составила более 5000 суток, что более чем в два раза превысило запланированные на учебный год показатели. Экипажи морской авиации флота успешно выполнили все поставленные задачи с общим налетом более 8900 часов, тем самым перевыполнив план на 40%. Провели ряд масштабных учений. Особое внимание хочу отметить где-то в Арктике. Провели учение «Океанский щит» с задействованием нескольких флотов. Ну и, естественно, главный военно-морской парад. Ну а по приему новой техники вы уже видели, что под руководством Верховного командующего приняты два атомных ракетных крейсера стратегического назначения и крылатыми ракетами большой дальности. Боеготовность флотов, она проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и в первую очередь применением практического оружия. Всем морякам-тихоокеанцам, кто и сейчас выполняет боевые задачи на море и на земле, пожелание одно – возвращение в родную базу. Серьезным достижением был отмечен прошедший 2023 год для транспортной группы «Феска». Сразу шесть контейнеровозов большой вместимости вошли в состав флота этой старейшей судоходной компании Владивостока. Два судна были названы в честь первых гражданских пароходов, которые в XIX веке пришли в Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. Четыре контейнеровоза создали так называемую «капитанскую серию» и получили имена самых знаменитых и легендарных капитанов Владивостока в XX веке. Капитан Щетинина, капитан Бянкин, капитан Абоносимов и капитан Мяськов. Абоносимов и Мяськов сейчас в море на линии «Феско-Болтик-Ориент-Лайн», которая соединяет порт Китая с Калининградом и Санкт-Петербургом. А Щетинина и Бянкин зашли на короткое время в порт приписки. Вот как их встречали. Анна Ивановна Щетинина. Знаменитость, первая в мире женщина-капитан. Ее честь в Владивостоке названы и улицы, и сквер, но корабля еще не было. И вот он пришел. Контейнеровоз «Капитан Щетинина». На причале Владивостокского морского торгового порта Щетинину встречают как старого доброго друга. Имя на борту. Знаковое. Владивосток у Анны Ивановны посвятила всю свою жизнь. Была капитаном Владивостокского морского рыбного порта, стояла на мостиках сухогрузов дальневосточного морского пароходства и во время Великой Отечественной и после. Много лет преподавала в Дальневосточном высшем инженерно-морском училище, сейчас Морской государственный университет. Даже ходила с курсантами в море на парусно-весельных ялах, и послушайте, как командовала настоящий капитан. Не капитанша, и уж тем более не капитанка. Весла разобрать. Весла. На воду. Навались. Раз. Два. Левая, суши весла. Внимание. Левая. На воду. Весла. Весла. Легче грезть. Внимание. Шабаш. Приготовиться, на голову ставить. Шабаш. Среди тех, кто пришел на причал Владивостокского морского торгового порта, встречащий Тенину и ее имя на борту, много тех, кто был знаком с ней лично. Судно 2023 года постройки. Длина 172 метра. Ширина 32. Дедвейт 31 100 тонн. Грузовая вместимость. 2470 20-футовых контейнеров. Экипаж состоит из 20 человек. Капитан Александр Бехтин. Контейнеровоз будет работать на прямом сервисе по Дип-Си между портами Китая и Санкт-Петербурга. В первый рейс судно отправилось уже в середине марта 2023 года. Профессионалы морского транспорта уверены, что эта серия новостроя дальневосточного морского пароходства надолго. Это судно отличается хорошей экономикой, потому что оно экономично, оно потребляет мало топлива, быстроходное, у него новые прогрессивные обводы судна, если вы обратили внимание. То есть это такой технологически очень продвинутый теплоход. Это первый контейнеровоз в серии из шести судов, которые войдут в состав флота «Феска» до конца 2023 года и будут работать на новой морской линии. А груз для Анны Ивановны найдется. Транспортная группа «Феска» открывает новую линию из Санкт-Петербурга в Шанхай. Это масштабное событие для отрасли, да и для России в целом как раз под стать характеру капитана Щетининой. Тремя гудками последним протяженным отмечает свой первый приход в порт приписки контейнеровоз с именем на борту Валентина Петровича Бянкина, легендарного начальника дальневосточного морского пароходства в советские 70-е годы. Судно ледового класса и закончив в 2023 году рейсы на линиях Владивосток-Порта Японии, в 2024 займется своим прямым назначением работой на поставках грузов для северных районов российского Дальнего Востока. Судно будет работать на каботажных сервисах ФЕСКО, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Корсаков и порт Владивосток связанных. Далее, возможно, на северном заводе. На запчастной церемонии первого захода в порт приписки присутствуют родственники капитана, дочь, внучка и правнучка. Руководству ФЕСКО для небольшого судового музея они передали китель Валентина Петровича Бянкина, тот парадно-официально, в котором Бянкин ежедневно приходил в здание пароходства на Олиутской, 15. И его книги также подарили судовой библиотеке. Ой, чувство не описать. Я очень рада, и что пригласили на него посмотреть. Ведь один пароход уже был назван, мы его даже не видели, только на картинках. А сейчас, ну, я не ожидала, честно скажу. И теперь это судно будет нам в наших водах наши порты обслуживать, наших людей, именно наших. Мировое судоходство и грузовые потоки видоизменяются. Этим переменам, во многом революционным, надо соответствовать. Мы испытываем, ну, очень такие большие вызовы извне, но это дает и свои возможности. Поэтому те направления, те грузопотоки, которые были оставлены другими судовладельцами, мы принимаем, и для этого нужен флот. Поэтому мы расширяемся, мы покупаем новые суда. Это позволяет нам завладеть грузопотоками, восстановить те линии, которые были некогда утрачены, организовать новые линии в соответствии с новыми тенденциями. Ну и новые рабочие места для наших моряков, которых мы привлекаем как с Дальнего Востока, так и с западных регионов страны. Потому что флот у нас работает во всех бассейнах России. Новому флоту в новом году долгого и безаварийного плавания, а всем, кто работает и служит в море, всем зрителям программы «Морское собрание» в новом году традиционное пожелание. Семь футов под килем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова